Всем доброго времени суток! В эфире «Молодежный квартал» и я его ведущий Максим Гаврущенко. Прошло не так много времени с момента выпуска последней передачи, и мы снова готовы радовать вас новыми сюжетами. А начнем мы, пожалуй, с самого важного. В Кишиневе при поддержке Deutsche Welle Academy был проведен медиафорум Youth Meets Media, в котором приняли участие молодые журналисты, фотографы, блогеры из разных стран. Студию БастВ на этом мероприятии представила наша молодежная редакция. Подробнее об этих незабываемых трех днях в следующем сюжете. Медиаграмотность Эстетика кинематографа Критическое мышление Социальные сети И средства массовой информации Таковы были главные темы медиафорума Youth Meets Media, который проходил в Кишиневе в течение трех дней. В первый вечер молодые люди познакомились с экспертами, а также решили, какие воркшопы хотят посетить на следующий день. Второй день дал старт работе 12 воркшопов на самые разные темы, начиная от перспектив использования в виртуальной реальности и заканчивая способами обучения и развития в Инстаграме. По мнению и тренеров, и участников, выбранные для обсуждения темы действительно интересны молодежи. Мой воркшоп сейчас был про то, как заинтересовать молодежь журналистикой. Я прекрасно понимаю, что если использовать такие традиционные, очень классические методы изучения журналистики, то многим это просто скучно. Инстаграмом пользуются все, и это очень хорошая точка соприкосновения сейчас с подростками. И при этом через вот эти всякие инстасторис и через веселье можно дать молодым людям какие-то совсем, может быть, азы начала там сторителлинга, да, интересного. На вот этом воркшопе мне нравится формат, когда тренер может говорить тебе, а ты ему задаешь потом вопросы и уточняешь. Такой формат общения, а не формат лекции. Вот из моего опыта мы очень часто в Baltic Center for Miria Excellence мы очень часто берем журналистов и приглашаем их работать с молодежью. И то, что я вижу по обратной связи, они рассказывают, например, как эти тренинги или те мероприятия, где они участвовали, где они встречались с молодежью, повлияли на них. Ну и, конечно, это возможность для журналистов прийти. Обычно они там взяли интервью, а когда они немножечко больше работают с молодежной аудиторией, они могут поучиться у молодежи, потому что молодежь тоже может рассказать очень много важных моментов. Один из воркшопов был посвящен теме медиаграмотности. По мнению его модератора Вероники Бобок, учиться фильтровать информацию дети должны еще в школе. Это формирует критическое мышление, это формирует, как правильно вообще понять информацию. Тем более, что мы живем в такой эре, где просто на нас информация давит изо всех сторон. И как правильно понять, из каких источников правильно информироваться, как вообще фильтровать всю эту информацию. Конечно, я за того, чтобы как можно раньше начать, чтобы дети, молодые ребята узнали о медиаграмотности. Ну, всегда есть место для лучшего, потому что новости обновляются каждый день, и каждый день надо быть в курсе событий, в курсе медиаграмотности. Третий день начался с медиа-ярмарки, где свои проекты представили молдавские зарубежные СМИ и НПО. Редакция «Молодежного квартала» также не осталась стороне, и предложила участникам встречи почувствовать себя настоящими журналистами, которые делают репортаж с места событий. Уважаемые зрители, к нам поступила сенсационная информация. На ферме, где разводят коров и свиней, упала летающая тарелка с инопланетянами. Сейчас, прямо сейчас, мы идем в сарай, где, по всей видимости, находятся инопланетяне, и они, вероятно, доят коров. Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас у окна роддома. Сегодня произошло невероятное событие. Родился 6-миллионный житель нашей страны. Ура, товарищи! Поприветствуем эту замечательную женщину, которая родила 6-миллионного человека. КУЗМЕЗГЕЛИНДАЯ НЕДУИТКИЙ, little village with some very very interesting people these are this is a tribe here and I have to discover what they are doing it seems to me that they do something with the media you can see over there very interesting so we can see here in London 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 very wonderful ancient village and I have a rare wine clergy so we are everywhere at the church and so we are here in the very real village so they are in the very ancient walk and you can see the Situation Jakev and Jakesh who have interviewed here very hot it is really processors here at first from the moment we have a lot of conversations from the local government Организатором молодежного медиа-форума выступила Deutsche Welle Academy. В мероприятии приняли участие представители из разных стран – Молдовы, Украины, Сербии, Боснии, Герцеговины, Грузии и Кыргызстана. Youth Mids Media оставил в памяти его участников приятные воспоминания, новые знакомства, а также бесценный опыт. Журналистика – это как болезнь, которой заражаешься с юности и потом никак не можешь излечиться. Героиня нашей постоянной рубрики «Быть 20-летним» рассказала о том, каково это быть журналистом в Украине. День начинается не с кофе. а с мониторинга новостей. За ночь в мире реально происходит много всего. И даже, когда ты не на работе, ты все равно журналист. В редакции все просто. Ты ищешь тему, прорабатываешь источники, контакты и компонуешь сюжет. Но самое сложное и в то же время самое интересное – это работа с людьми. Иногда со своей историей тебе могут позвонить в 10 часов вечера. Да, я задаю неудобные вопросы и долго жду ответа. Иногда от меня прячутся за закрытыми дверями и бюрократическими правилами. Неважно, ты снимаешь сюжет про деятельность депутата или аварийное здание. Главное – никогда не давать волю эмоциям или поддаваться чужой точке зрения. Я считаю, что объективность и прозрачность – это основа в работе журналиста. Возможно, именно такие ценности приближают нас к европейскому обществу. Я верю, что моя работа дает возможность людям видеть новости такими, какие они есть, без иллюзий, домыслов и выводов. В работе я всегда руководствуюсь законом и профессиональной этикой. Я знаю, что в будущем журналистика станет на 100% публичной, открытой и непредвзятой. Давайте поговорим о современном мире. Сегодня, куда ни посмотри, практически все молодое поколение сидит в мобильных телефонах. Мы уже стали зависимы от социальных сетей, различных приложений и фоточек в Инстаграме. Это сказывается на нашей бытовой жизни, и школа не исключение. Именно поэтому во многих образовательных учреждениях запрещено пользоваться мобильниками. Но так ли это необходимо? На этот вопрос попыталась найти ответ корреспондент молодежного квартала Юлиана Волкова. Во Франции всем школьникам официально до 15 лет запрещено пользоваться мобильными телефонами, даже в нешкольное время. Стоит ли практиковать такие запреты и в нашей стране? Мы узнали мнение учеников и учителей по этому поводу. Подростки настолько привыкли к мобильным телефонам, что нигде с ними не расстаются. В школе, на улице, на встречах с друзьями. Однако ребята используют гаджеты не только как возможность развлечься, но и как помощников в учебе. В школе я пользуюсь телефоном каждый день и в целях учебы и нахождения информации. Я не пользуюсь телефоном в школе, потому что я думаю, что это не так важно. Я пользуюсь телефоном постоянно для самых разных целей. От ответа на звонки до поиска в интернете каких-то вещей, связанных с учебным процессом. Допустим, на уроках с точными науками, где я могу что-то вычислить на калькуляторе. Для коммунитарных книг я могу его использовать как переводчик. Читаю, либо захожу в социальные сети. Мнение учеников по поводу запрета телефона в школьное время расходится. Кто-то считает, что запрещать их нельзя, а кто-то, наоборот, что нужно. По уставу школы нам запрещено пользоваться телефонами. И я считаю, что телефонами пользоваться действительно не нужно, так как дети в них отвлекаются. Особенно дети, по-моему, младше. Они играют там и отвлекаются от учебного процесса. Я отношусь к этому негативно, так как я считаю, что телефон — это необходимая вещь. Я считаю, что запрещать их, ну, полностью их нельзя запретить использование, однако надо установить какие-то рамки. Ой, вообще не надо запрещать, потому что некоторые ученики, они серьёзные, берут телефоны, чтобы найти, куда добыть информацию. У учителей мнения относительно использования телефонов тоже разные, но сходятся они в одном. Всё зависит от сознательности ребёнка. Вообще-то я против мобильных телефонов во время учебного процесса. Ребята не отвлекают. Я считаю, что они могут пользоваться ими после занятий уже в свободное время. Многие из них говорят, что они ищут дополнительную информацию. Но я считаю, что дополнительную информацию к уроку он должен готовиться дома. Ребята разучились читать, разучились разговаривать. Они больше стараются общаться по телефону, а не вживую. Мобильный телефон – это великое дело. И иногда бывает, что на уроках он нужен, мобильный телефон, если есть связь, и ученики ищут какую-то информацию тут же на уроке. Но это зависит от ученика, зависит от темы урока. В зависимости от того, какое воспитание получил ребёнок, он знает, как им пользоваться, и он регулирует своё время. В любом случае, использование телефонов на уроке без согласования с учителем является нарушением дисциплины. Да и вообще, сидеть, уткнувшись в экран больше двух часов в день, вредно для здоровья. Выходите на улицу, общайтесь с людьми, ведь реальная жизнь намного интереснее виртуальной. Продолжим тему современных технологий и их влияния на образование. Все мы знаем, что в интернете есть всё. От фотографий милых котят до реферата по физике. Достаточно просто запросить в поисковике, допустим, теорему Пифагора. И сразу же получишь то, что искал. Здорово, не так ли? Но некоторые считают, что в конечном итоге это негативно сказывается в развитии школьников. Ученики перестают запоминать информацию, они считают, что это можно получить простым касанием пальца по сенсору. Вопросов много, поэтому мы решили разобраться, вредит ли интернет учёбе или наоборот, помогает. Смотрите репортаж Яны Саркисян и делайте свой вывод. Для того, чтобы выполнить домашнее задание, моим родителям в их школьные годы приходилось читать вот такую стопку книг. Мне же, чтобы написать реферат или прочитать литературное произведение, достаточно воспользоваться смартфоном. Так что же всё-таки лучше для молодёжи? Брать информацию из телефона или из книг? Вопреки мнению большинства людей о том, что современная молодёжь редко читает книги и чаще сидит в интернете, школьники из Басарабяски – частые гости в городской библиотеке. С приходом в нашу библиотеку программы «Новотека» школьники очень часто приходят к нам в библиотеку. Дети более младших возрастов приходят за информацией, которую они могут найти в интернете. А уже школьники постарше уже находят информацию в книжном варианте. По школьной программе, конечно, берут, потому что у нас предоставлена вся классика, как школьники лицеев, как и Матей Басараб, так же абаклийских школ, так же русских школ. Они могут найти любую информацию, которая их интересует. Конечно, книги у школьников постепенно уходят на второй план. Однако, садясь за компьютер, не все тратят свободное время только на видеоигры и социальные сети. Многим интернет помогает в учёбе. Интернет помогает мне в учёбе тем, что я могу посмотреть иногда домашнее задание, как решить, если не понимаю, конечно. Смотря в какие программы ты заходишь и смотришь то, что тебе нужно. Ну, часто пишу какие-то рефераты, так же, если нужно, там, не знаю, даже таблицу умножения могу посмотреть. Ну, я часто делаю уроки с интернетом, ну, предметы, которые я не понимаю. Как отмечают и сами учителя, иногда им приходится давать ученикам задания, для выполнения которых необходимо найти информацию в интернете. Ну, если, допустим, нужно подготовить сообщение, конечно, я прошу ребят, чтобы они пользовались интернетом. Или же, если на уроке проходит такая работа с использованием интернета, я разрешаю пользоваться телефонами. Ну, такие задания могут быть на каждом уроке, но я редко задаю такие задания. Ну, в настоящее время по темам, которые мы изучаем, я даю. Но, несмотря на то, что они все очень любят интернет, единицы только выполняют это задание. По словам педагогов, в своё время для выполнения домашнего задания они могли воспользоваться только книгами. Открывали учебник, читали несколько раз, пересказывали. У нас интернетов не было. Мы были частыми гостями в библиотеке, потому что только там могли получить какую-то дополнительную информацию по какому-либо предмету. Я часто им рассказываю, как мы в своё время делали уроки. Мы учили, мы читали текст, мы пересказывали, мы прорабатывали много разной литературы, чтобы написать сочинение или подготовить сообщение. Сейчас они этого не делают. Несмотря на то, что школьники чаще пользуются интернетом, чем учебниками, они признают тот факт, что для получения знаний книги подходят больше. По моему мнению, лучше всего брать задания из книг, потому что там более доступно объясняется, чем в интернете. Там только решение даётся и всё. Ну, конечно, из книг, но как бы я не знаю людей, которые в наше время берут информацию из книг, поэтому как бы в интернете легче искать. Думаю, из книг лучше. Книгами будет очень долго, но если использовать интернет, то будет быстрее. В вопросе о том, как интернет влияет на подростков, мнения учеников и учителей разошлись. Ну, смотря как интернет использовать. Конечно, если в учебных целях, то он очень полезен. А если, допустим, что-то другое, играть и так далее, то молодёжь декордирует. Ну, тут 50 на 50. Он и помогает развиваться, и губит нашу молодёжь. Дети неправильно используют его, не в тех целях, для которых он был создан. Сейчас интернет, он по всему миру распространён, повсеместно. И забрать у них интернет, ну, наверное, бы улучшилось. Только через какое-то время, это прошло несколько лет, когда они отвыкли бы от интернета, и приучились читать, научились произведения. Тогда, наверное, улучшилось, конечно. Потому что чтение книг — это что? Это память, развитие памяти. Интернет, мне кажется, он немножечко мешает развитию памяти. Для кого-то бы улучшилось, тот ребёнок, который интересуется данной темой, он из интернета может получить больше материала и больше раскрыться на уроке. Соответственно, это положительное. Но отрицательное, я считаю, что, может быть, ищут не то, что нужно. В среднем молодой человек 16-24 лет проводит в сети почти 3 часа в сутки, то есть минимум треть всего своего свободного времени. Но это вовсе не означает, что современные дети — пропащее поколение, не приспособленное к жизни. Дети острее взрослых чувствуют новые тренды и более подготовлены к грядущим изменениям. Однако всё хорошо в меру, так что кое-что стоит перенять у наших мам и пап. А теперь перенесёмся в мир прекрасного. Давайте побываем в театре и познакомимся с молодой актрисой Марией Барсуковой. Именно так зовут героиню нашего следующего сюжета. Она является студенткой театрального факультета, но на сцене театра с улицы Росс играет уже не первый сезон. Насколько сложна профессия, которую все считают очень романтичной, Маша рассказала в интервью редакции «Молодёжного квартала». Меня зовут Маша. Я учусь на актрису театра. Я всегда знала, что я буду актрисой, и всё. Я как-то шла по этой дороге. Плюс мама, филолог, она прививала нам культуру слова. И мы как-то были приучены, я и сестра моя, к русской классике с детства. Она читала нам слух Гоголя, читала слух иногда и Достоевского. И всё это взаимосвязано. Всегда нужно испытывать какой-то лёгкий мандраж. Бывает иногда, что далеко не лёгкий, но волнение, неуверенность какая-то, постоянное какое-то сопротивление, что-то должно быть внутри. Оно тебя, оно тобой движет, оно тебя и толкает вперёд на сцену. Роль девочки с очень таким необычным именем Ио. Ей 16 лет. Это мой дебют. Был первый выход на сцену. Мне было в то время тоже 16 лет. Поэтому тогда ещё я мало вообще какое представление имела о театре. И, конечно, я себя очень идентифицировала со своим образом. Я представляла, что да, я эта девочка. То есть сейчас как-то всё более со стороны. Наверное, я её воспринимаю уже больше как какую-то девочку со стороны. Рудольфио! Да! А ты знаешь, а я сегодня плакала. От чего, Ио? Не Ио, а Рудольфио. Ну да, да. От чего, Рудольфио? Это из-за моей старшей сестры. Ты представляешь, она устроила на мне скандал из-за того, что я взяла откул. По-моему, она права. Нет, она не права, Рудольфио. Один раз можно? Как же вы не понимаете-то? Я сейчас... Знаешь, какая я счастлива, что с тобой разговариваю. Не переживай. Всё, всё будет хорошо. Правда, Рудольфио? Да, да, правда. А я тебе верю. Любая профессия, если ты хочешь в ней состояться, она требует того, чтобы ты пахал, чтобы ты действительно трудился, чтобы ты ломал себя, может быть, в чём-то. И театральная профессия, она не является исключением. Ты в любом случае должен прилагать очень много усилий для того, чтобы чего-либо достичь, тем более в нашей профессии. Вообще, артист, мне кажется, должен испытать большой спектр эмоций, чувств каких-то за всю свою жизнь, чтобы всё это передать на сцене. Должен быть какой-то маленький багажик своего личного опыта за спиной. Перестань. Ну какой же ты Рудольф? Ты самый обыкновенный Рудольф. Самый обыкновенный Рудольф, понимаешь? А на этом всё. Хотя нет, по-моему, мы что-то забыли. Точно. Вспомнил. Всем сап. И снова рубрика «На стиле не даст вам заскучать». Сегодня мы поговорим об аниме. Нет! Бог, пожалуйста, нет! 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 Итак, аниме – это японский мультфильм, отличающийся своей рисовкой и классными тяночками. А сколько мемов про аниме буждает по интернету? Смайк! Смейк! Чисто! Я, ты, ты! Собраю! Ставим! Союз первых жителей! Слови! Слови! Ладно, не будем томить. Начнём нашу подборку лучшего аниме по моей субъективной оценке. А начнём мы, пожалуй, с аниме «На грани». С самой первой сцены этот мультфильм завораживает. По сценарию в парне живёт Йому, который относится к категории «За гранью». Поэтому парня невозможно убить. Куряма Мирай, так зовут эту девочку в очках, получила приказ убить парнишку. Но так ли всё просто? Посмотрите эту анимуку и узнаете. Обещаю, будет интересно. Итак, идём дальше. Дальше у нас на очереди САУ «Sport Art Online» или на русском «Мастера Мича Онлайн». Действия этого шедевра происходят в недалёком будущем. Одна компания изобрела игру с эффектом полного погружения. Был дан старт продаж. Вмиг первая партия в 10 тысяч копий была распродана. Игроки активно начали играть. Но в один момент исчезла кнопка выхода из игры. Чтобы вернуться в реальный мир, игроки должны доиграть до конца. Но вот незадача. Умираешь в игре, умираешь в реальности. Что ждёт главного героя? Не хочу спойлерить, но скажу одно. Аниме интересное. Посмотрите его и сами всё поймёте. И, наконец, перейдём к лидеру сегодняшнего дня. Итак, первое место. Милый во Франксе. Посмотрев первую серию, я подумал, что ничего интересного оно не сулит. Но всё равно где-то в глубине души я знал, что надо смотреть дальше. И точно, с серии третьей начинается самое интересное. Давайте я немного расскажу сюжетку. Но обещаю, никаких спойлеров. Итак, Зерату мечтает стать человеком. Ей сказали, что это возможно, но взамен она должна убивать монстров. Зачем ей хочется стать человеком? Чтобы быть вместе с одним мальчиком, с которым она встретилась в детстве. Чтобы убивать монстров, были созданы роботы, франксы. Для пилотирования их нужна пара. Пестик и тычинка. Парень и девушка. Но вот незадача. Зерату никак не могла найти себе напарника. Но тут появился паренёк. Сможет ли он стать её напарником или же умрёт, как и все его предшественники? Я обещал без спойлеров, но не могу. Простите, что скажу это. Именно он окажется тем мальчиком, ради которого она хочет стать человеком. В общем, сами посмотрите и узнаете. Пришло время прощаться. Но я обещаю, что мы увидимся в следующем молодёжном квартале. Не скучайте. Удачи и всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!